Всем привет! Это жесткая тема, сразу говорю, здесь нет правых и виноватых, как и многие другие этические вопросы, это вопрос скорее как бы риторически, обращенный как бы вот не кому-то конкретному, к обществу в целом. Вот я открываю, например, обучающий ролик на своем канале, и там всплывает реклама, ну потому что у меня включена монетизация, если бы не была бы включена, все равно с июня месяца, вот буквально через пару дней, эта реклама может вылезти на любом канале, просто деньги тогда будет получать не владелец контента, видео, не создатель, а ютуб напрямую. То есть везде эта реклама будет, где ютуб и считает нужным. Вот появляется ребенок, полосевший после химиотерапии, который говорит, мама, как же так, я не хочу умирать, и рядом плачет его мама и говорит, помогите моему Васе или помогите моей Машеньке. Я одновременно понимаю, ну тем более, что как бы, ну в общем, если бы я заболел или кто-то из моих близких чем-то таким, я считал бы любую возможность, как-то любую копеечку привлечь к этому делу, я считал, ну то есть все средства хороши, потому что умирает ребенок, да, то есть тут понятно, что кто-то, кто хоть немножко против этого высказывается, он что, хочет, чтобы детям на лечение не собирали, чтобы дети умирали, да как же так-то, он как бы неправ сразу получать. Нет, я понимаю, что, наверное, в этой ситуации даже, если ты можешь спасти своего ребенка, только там ограбив кого-то или там постучавшись кому-то в квартиру, ну ты это сделаешь, я понимаю, никаких нареканий вообще по поводу родителей этих, по поводу детей, никаких претензий, но точно так же понятно, что люди, которые смотрят, например, обучающие фортепианные ролики, последнее, что они хотят, это выпадать в осадок, чтобы у них почву с под ног выдирали, потому что они не рассчитывали узнать, что оказывается теперь, либо они должны бездействовать, и мальчик будет умирать, но им его только что показали, у нас так мозг работает, что как бы, если вот раковые дети вообще, как бы, это абстракция, а тут показали нам конкретного мальчика, который умирает, и я вот сейчас должен каждый раз притуплять свою эмпатию, скипая, значит, этого мальчика, ему не жертвуя, чувствуя, какой же я, значит, мудак, то есть, ну, очевидно, что это реклама неэтичная, то есть, понятно, что интересы, как бы, этих людей в том, чтобы дети от рака излечивались, это можно понять, и это хорошие цели, благие, интересы этих людей, они тоже, как бы, неплохие, просто смотреть обучающий образовательный контент, где так уж получилось, да, что все равно, ну, это вечная борьба брони и снаряда, да, то есть, у меня там был браузер, который рекламу блокировал, теперь он это почему-то делать не может, я установлю какое-нибудь обновление, он снова будет блокировать рекламу, вот, то есть, по сути дела, монетизация на моем канале, это и так, по сути дела, такое наказание тех, кто не озаботился блокиратором рекламы, то есть, и так уже есть такой сомнительный момент, в принципе, в том, что людям показывают рекламу пылесосов или чего-то еще, но всем нужно как-то жить, зарабатывать, это понятно, и в итоге, я, включив монетизацию, как бы, я присоединился к тому, чтобы некоторый поток вот этого, всего этого рекламного трафика шел, в том числе, через мой контент, но очевидно, что я, например, будь моя воля, да, я, если есть такая опция, покажите, где можно галочку снять, чтобы хотя бы на моем канале людей не окунали, вот в пучину всего вот этого, всей этой жести, ну, то есть, еще раз, учитывая даже, не знаю, там, мою какую-то генетическую предрасположенность, скорее всего, как бы и мне тоже такое в какой-то момент светит, и в этот момент я бы захотел, наверное, чтобы вообще по центральному каналу показали там, что Миша Рак, помогите Мише, но мы все существуем в своей, каждый в своей какой-то модальности, в своем состоянии, и я сейчас в таком состоянии, потому что просто я вижу, что уже третий раз, когда я открываю, подряд, когда я открываю что-то на своем канале, высвечиваются дети, которые просят о помощи, это явно совсем не то, на что рассчитывает человек, просто загуглив, как играть по блюзовому ладу или как устроен джаз, поэтому, не знаю, допустим, те, кто занимается рекламой на ютубе, или люди, которые это смотрят, что вы думаете по этому поводу, какое есть этичное разрешение, чтобы это больше не вызывало таких эмоций, спасибо большое.